Сегодня с нами на связи Роман Цымбалюк, украинский журналист, собственный корреспондент агентства «Униан». Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Роман, расскажите, пожалуйста, следите ли вы за ситуацией в Беларуси? Ну, отгородиться от этих новостей для любого журналиста, который занимается политической темой, это фактически невозможно. Поэтому, может быть, я не являюсь там суперэкспертом, но главные события, естественно, мы фиксируем. И ведь для нас факт существования и сохранения белорусского государства — это вопрос нашей национальной безопасности, и поэтому в этом плане быть равнодушным просто невозможно. А что вообще говорят о ситуации в Беларуси на телеканалах в Украине? Поделитесь, пожалуйста. Ну, если учесть, что я корреспондент в Москве, я вам не могу рассказать о повестке дня непосредственно в украинских телеканалах. Но у нас, в принципе, была группа пророссийских каналов, которые откровенно топили за Лукашенко, а остальные или нейтрально по факту сообщают, ну, как новости. Ну, есть новостные каналы, которые приглашали в эфир и белорусских оппозиционеров. Например, по-моему, Бабарико был на прямом канале несколько месяцев назад летом. Ой, ну да, достаточно давно. Бабарико — это, ну, ладно, это больше про кремлевский. Нет, ну, вопрос был задан, я на него ответил. Просто, возможно, есть еще кто-то. Ну, но у нас же проводили пресс-конференцию и представители Координационного совета Белоруссии, немножко поломались на вопросе, чей Крым. Ну, мы не обижаемся, просто выводы сделали. То есть, я к тому... Кстати, это вам вопрос, а чей Крым? Украинский, конечно же. Ну, вот. А сейчас, ну, давайте вместе посмотрим. Ну, по большому-то счету, насколько я понимаю, ничего в самой республике Беларусь уже не происходит. То есть, кто-то в тюрьме, кто-то за границей, а кто-то молчит или ошибаюсь. Ну, как, ситуация сейчас развивается таким образом, что, как бы, отдельные акции протеста, они остались, они есть. Есть, опять же, есть очень много фотографий, где люди выражают свою солидарность с политзаключенными и так далее, и так далее, точнее. И, опять же, продолжается давление на людей, на активистов. Приходят, постоянно происходит задержание, неоднократно происходят суды. То есть, если бы я, допустим, сегодня вот при подготовке новостной рубрики все суды, которые за сегодняшний день проходили, то у нас бы, наверное, новостная рубрика шла минут 10, а то и 15. Потому что, на самом деле, сейчас как задержаний, так и судов происходит очень много. То есть, ну, настроение, на самом деле, у беларусов, ну, я бы в целом оценил как упадническое, но они рассчитывают на то, что вот весной протестная активность, она все-таки выйдет на поверхность. Вы знаете, в революциях или государственных переворотах каждому, в зависимости от их взглядов, нужное, нужно подчеркнуть, не бывает выходных. Ты или идешь по какому пути ты выбрал, или ты этого не делаешь. Но то, что вы описываете, это говорит о том, что беларусский протест пошел по российскому сценарию. Чем это закончилось в России, вы можете посмотреть. Тут уже, по большому счету, даже на санкционированные митинги, ну, особо не ходят, и их особо не санкционируют в связи с короной. Хотя, если надо отметить аннексию украинского Крыма в Симферополе, то тут коронавирус не работает. Но факт остается фактом. Это печально, но если ты проигрываешь власти, то есть такой грустный политологический термин, начинается реакция. И всех активных прессуют, изгоняют, сажают, кого-то убивают. Я не про Беларусь говорю конкретно, а в целом. Поэтому... Маемо-то еще маемо, как у нас говорят. Ну вот смотрите, сейчас у нас получается... Многие люди называют наш протест беззубым протестом. То есть имеется в виду, что в тот момент, когда в нас стреляют, мы выходим с цветами и дарим цветы противоположной стороне. То есть, как вы видите развитие белорусского протеста в данный момент? Потому что вот прошло 7 месяцев, 4 из которых мы точно ходили вместе с цветами. Наступает весна, должна пойти вторая какая-то волна протеста. И вот как вы думаете, надо продолжать в том же ключе или уже пора что-то менять? Вы знаете, я, может быть, кого-то расстрою, но я подчеркну, что я не специалист по белорусским вопросам. Но что-то мне подсказывает, что второй волны, как таковой быть, может уже и не быть. Ну вот так устроена жизнь. Что касается, как надо действовать, ну если вы проводите параллели с украинским Майданом, то у нас же было и силовое крыло, и сотни тысяч людей, которые обеспечивали его в самом широком смысле этого слова, от медикаментов, дров, потому что мы паузу не делали на зимние мероприятия, ну и так далее, и так далее. Но самое главное, что были сотни тысяч людей, которые, ну, я не знаю, показывали всему миру, что у нас что-то происходит не так. И при этом летели коктейли Молотова, летели булыжники, и за все это, ну, Украина заплатила очень дорогую цену, на самом-то деле. Мы получили в конце всего этого российское вторжение, ослабление государства. Я просто к чему это все веду? Что любые действия, они чего-то стоят. И мне советовать белорусам что-то, потому что каждая страна, каждая нация выбирает свою судьбу сама. Я все-таки исхожу из этого. Просто понимать это надо. Ну, как можно сейчас вот повторить уровень протестной активности на уровне лета, когда для, ну, не маленькой европейской страны, но, потому что 10 миллионов – это не маленькая европейская страна. Но когда на улице выходили сотни тысяч, то я не уверен, что когда потеплеет, или когда будет там дана зеленая ракета, или день, как этот правильно праздник называется? День Воли. День Воли. Да, 25 марта. Что какие-то даты соберут такое количество людей. Ну, со стороны это кажется так. Ну, дело в том, что сейчас как бы идет концепция такая. Я объясню, что я имел в виду под второй волной. Вторая волна – это не просто, ну, то есть не просто децентрализованные выходы, а некоторые лидеры нынешней нашей оппозиции, они призывают к дню Икс. Это к тому, чтобы люди вышли везде повсеместно и не уходили с улиц. То есть, если в прошлый раз люди выходили там, выражали свое недовольство и вечером шли домой, чтобы на этот раз уже люди не уходили с улиц, и они разрабатывают определенного рода план действий на этот случай. Ну, то есть силовой сценарий, другими словами. Ну, силовой сценарий, я бы даже сказал так, что есть такие виды, как мирный протест, есть виды ненасильственный протест, а есть силовой сценарий, да. Вот, мы мирный протест прошли, следующий шаг – это ненасильственный протест. Ненасильственный протест, он в себя, конечно, подразумевает то, чтобы людей, как бы, просто так не отдавать в автозаке. Ну, логика понятна. Ну, мне просто на самом-то деле нечего добавить к тому, что я сказал. Вот я вам честно скажу. Я не уверен, что это... Ну, слушайте, время идет. Государственная власть, ну, условно-легитивная, она укрепляется. Есть у Александра Григорьевича очень мощный и богатый союзник, есть резерв правоохранителей, в том числе из Российской Федерации. Я, знаете, ну, вот я читал комментарии к нашему эфиру, и там кто-то написал, что вот я вот у Александра Балаганова сказал, что, ну, похоже, все. И, то есть, весь мир увидел, что, а, есть белорусская нация, но пройдет какое-то время, когда эта энергия снова взорвется в таком количестве. Это мое предположение, я ничего не утверждаю, но говорю прямо, как думаю. Посмотрите, Евгений Бычковский пришел, это тоже российский, мало того, что блогер, историк, революционер, политолог, да, он задает вам вопрос, как вы относитесь к Дмитрию Гордону, какой он человек, ну, и поздоровался, доброй ночи. Прекрасный у вас переход, конечно. Ну, Дмитрий Гордон записал очень, как мне кажется, классное интервью с Александром Лукашенко. Да, у него такая манера, как бы, на мягких лавках, если так можно выразиться, но тем самым он частенько располагает к себе людей, и вот меня, например, поразил рассказ Александра Григорьевича, это же тогда, это интервью записывалось, когда Путин был врагом Лукашенко, ну, очередной раз, то, как он пересказывал разговор с Сергеем Кожугетовичем Шойгу на тему бойни в Дебальцево, и сколько, и предложил это все дело прекратить, за что Александру Григорьевичу респект, конечно, ну, потому что любой человек, который говорит, что стрелять из артиллерии по другой стране не надо, это сложно не поддержать, но это наша история, российско-украинская, а если говорим о Дмитрии Гордоне, но у нас один из самых популярных и самых успешных людей на ютюбовской Ниве, естественно, многие его критикуют, но я к Ускеху всегда отношусь уважительно. Здесь вот я просто вернусь все-таки к вопросу о России, да, у нас очень большая идет сейчас страшилка на тему того, что вот смотрите, если мы начнем, ну, это люди предполагают, если начнется хоть какая-то радикализация протестов, то в этой ситуации придет Россия, Россия введет войска, начнется трэш, погром и так далее, и в итоге мы получим по сути ситуацию, ну, практически как было с аннексией Крыма. Только у вас не будет аннексии Крыма, у вас будет аннексия всей страны, но вот вы, когда этот сценарий провозглашали, у вас был, мне показался, показался какой-то скепсис в голосе, ну, я бы такую вероятность не исключал, ну, посмотрите на нас, и я просто хочу вам сказать, что еще, ну, наверное, 20 февраля, когда Россия начала операцию по захвату Крыма, мы, украинцы, не могли это предположить, мы не могли в это поверить, многие не могли в это поверить, и 16 марта 2014 года, то есть 7 лет прошло с момента так называемого референдума, многие не могли поверить и 18 марта 2014 года, когда Путин подписывал акт про аннексию в Кремле, и многие до сих пор не могут поверить, но большинство реальности этой ситуации начали понимать, когда россияне начали долбить из артиллерии по нашим военным с территории Ростовской области, когда у нас была операция попытка перекрыть границу, откуда шли эшелоны, и снабжалась вот эта вот группировка без шевронов, так называемые ополченцы и так далее, то есть я бы к такому сценарию не относился бы таким образом, что это невозможно, тем более, видите, вот смотрите на нас, у нас по прошествии 7 лет после аннексии Крыма, сколько жертв, сколько горя, и у нас до сих пор есть люди, которые считают, что Путин таки прав, это соцопросы показывают, где, я подчеркну, это страна, где есть разное телевидение с разными точками зрения, слава богу, российские помойки у нас закрыли недавно, за что спасибо Владимиру Зеленскому, но вот это вторая сторона того, что называют демократия, если учесть, что Беларусь живет сколько, ну фактически всю свою независимую историю под российским нарративом, то вот я вам задаю вопрос, сколько беларусов готовы на российский протекторат в той или иной мере, может без поглощения, без ликвидации государства, как было сделано допустим в Крыму, украинская Рома. Вот тут сложнее на самом деле на этот вопрос ответить, потому что у нас, если мы говорим допустим, вот кто-то начинает предполагать по поводу там хоть какой-либо интеграции, у нас сразу же слушатели, наша аудитория, они все говорят категоричное нет. Я думаю, что у вас все-таки аудитория, она, скажем так, по ней нельзя делать социологию по стране. Я думаю, вы сами согласитесь. Социология по стране, после того, как у нас началось вмешание именно Кремля в дела Беларуси, да, то есть имеется в виду конкретное и с плохой стороны, да, очень много людей отвернулось от России, очень много, и ну, то есть я вам скажу так, что это стало тотально, это не только в нашей аудитории, в принципе, сейчас в какой чат не зайди, то же самое там нехто, где 2 миллиона человек, в Беларуси всего 9, да, если ты спросишь по поводу того, что, или напишешь, что я за то, чтобы Беларусь там зашла в состав России, вы увидите и услышите столько в свой адрес, что вы не хотите, не захотите этого больше никогда делать. Ребят, ну, смотрите, интернет, во-первых, штука нерепрезентативная, вспомнил это слово, я ни в коем случае вас ни в чем не переубеждаю, я просто провожу параллели с нашей страной, у нас тоже большинство, опять же, опросы, там 90% говорят о том, что Украина по-напсе, то есть охранение украинского государства и дальше там возможны варианты там по выстраиванию в отношении с Россией, кто виноват в войне, есть у нас большая часть вот этого пророссийского электората, которые считают, что Украина виновата в том, что Путин на нас напал, все это присутствует, я просто говорю о том, что с большой вероятностью, ну если у нас есть такой пласт общества, срез общества, то он, наверное, у вас, но то есть это надо мерить, я насколько понимаю в Беларуси, в Республике Беларусь соцопросы как таковые запрещены, там проблема есть социологии в принципе, да. Вот смотрите, сейчас получается такая ситуация, что Украине вообще в принципе невыгодно того, чтобы Россия захватила территорию Беларуси, да, потому что Украина прекрасно понимает, что там будут развернуты российские базы и скажем так, это очень нехорошая ситуация. Вот, и в этот, ну то есть в этот же момент ну такая ситуация происходила, я еще раз там затрону тему по поводу Гордона, потому что во время предвыборной кампании Гордон ездил к Лукашенко, где сделал интервью вместе с ним, показав его там с хорошей стороны, из-за чего очень много критики в свою сторону получил, вот, и у меня вот вопрос как бы возникает сам себе, сейчас он недавно приехал с Тихановской, делал интервью, где уже признал Светлану Георгиевну типа президентом, вот, вопрос в том, что вот сам сам по себе Гордон, он транслирует мнение украинского правительства или нет? Ну, журналист не может транслировать мнение украинского правительства, у нас для этого есть, у нас не идеальный мир, но это так, при всем уважении к аудитории Дмитрия Ильича, у нас официальное правительство, правительственное мнение выражает президент, премьер, в теории должен, но у нас он не выражает, и президент не очень часто, но в основном это все равно это государственные чиновники, то есть понятно, что для журналиста записать в разгар протестов интервью с диктатором это большая удача, манера интервью, ну, я не буду комментировать каждый вправе работать как он хочет, с другой стороны у него есть и Тихановская, и Лукашенко, я к этому моменту, два противоположных интервью, и Лукашенко, соответственно, как ну, как ньюзмейкер цель достигнута, а дальше пусть зритель оценивает это, но понимаете, вы посмотрите на нашу страну, и когда вы говорите официальная позиция, у нас тут с этим масса нюансов, потому что у нас очень громкая позиция, и власть в принципе тоже не молчит, но как мне кажется, сейчас, во-первых, официальное украинское государство на уровне МИДа, мы же не признали, на выборы Александра Григорьевича, ну, слово выборы, оно, наверное, в кавычках все-таки следует взять, потому что что за выборы, когда половина кандидатов в тюрьме, половина в бегах, и Светлану они взяли, как думали, что это будет пугало, а тем самым сколотили весь протестный электорат, голосовал за нее не потому, что она умная или красивая, а потому, что она альтернатива, если я правильно понимаю. Так что мы даже были у нас заявления на тему введения санкций против Республики Беларусь, но я думаю, что бабло в данном случае победит в том плане, что Республика Беларусь является очень важным экономическим партнером нашей страны, и никто рвать экономические связи в Украине не будет. Я из этого исхожу. Очевидно, это независимая Республика Беларусь, это опять же в идеальном мире. Александр Григорьевич подписывает по сути вопросы интеграции, дорожные карты у нас подписываются, и в этом случае у вас на периметре становится Российская Федерация. И с Александром Григорьевичем у вас по сути в Украине уже ничего не связывают. Там вопрос куч. Если он остается у власти, мы не добиваемся своей независимости, то вопрос интеграции становится максимум в ближайшую десятилетку. У вас просто на одной из границ становится Российская Федерация со своими частями. И я думаю, что это Украине не нужно. Не нужно, но у нас нет, если опять же называть вещи своими именами, у Украины как государства нет механизмов, чтобы эту ситуацию изменить. И насчет этих дорожных карт, их же там подписывают, разрабатывают, но финализации не происходит. А там осталось несколько штук. С другой стороны, российские разведывательные наблюдательные посты в Республике Беларусь уже созданы, плюс уже есть соглашение о так называемых учебных центрах, центров для двух армий. то есть все эти риски, они очевидны. У нас в Украине это все понимают, просто вы хотите от меня услышать, что мы можем сделать. Мы не будем отправлять экспедиционный корпус в Республику Беларусь. Это очевидно тоже. Во-первых, у нас армия занята на другом фронте, с другой стороны это будет акт агрессии. В украинском обществе такие мысли в принципе не рассматриваются. То есть все риски эти осознаются. У нас там, насколько я понимаю, стратегии даже думают, что нужно какие-то части дополнительные воинские там разворачивать. И я очень хорошо помню, как один кремлевский старец у вечернего Соловьева рассказывал такую историю, как они будут атаковать Украину с территории Республики Беларусь. Сценарий очень простой, что якобы правосеки нападут на Гомель, естественно будет введена российская армия, она будет переодета в белорусскую военную форму, и российские розовощеки Иваны пойдут на Киев бороться с этими правосеками. Просто это кому-то кажется, что это фантазии сумасшедшего, но российские десанты в Крыму как раз семь лет назад и выступали в форме Беркута, украинского Беркута, украинской части милиции. Меня переубеждать в этом не надо, но я переадресую вопрос, что мы можем сделать в данном случае. У нас и так, мы не признали Лукашенко после псевдовыборов, но отношения де-факто все равно остаются. Посольства, дипломаты, что еще там. Масса белорусов к нам переехала. Есть указ Зеленского для того, чтобы упростить систему приема белорусов, которые хотят остаться. И многие остались, многие уехали дальше в Европу, но не без этого. То есть я просто не вижу возможности. Слушайте, есть такие страны, как Соединенные Штаты, Германия, которые как бы всячески осуждают белорусскую диктатуру, и они тоже ничего не предпринимают, потому что считается, что ваша страна уже под зонтиком дяди Вовы. Вот. Нет, вопрос не в этом. Я... Вы не думайте, что я там пытаюсь что-то из вас выводить, либо еще что-то. Просто это сейчас поймете из следующего вопроса. То есть как вы считаете, если в Украине организуется штаб белорусской оппозиции, то украинские власти поддержат этот штаб или не будут поддерживать? То есть ситуация в чем? Ну, почему я это спрашиваю? Потому что фактически, да, мы видим большое движение в сторону беженцев из Беларуси, принятие законов по поводу того, чтобы они оставались, могли работать и так далее и тому подобное. вот, мы понимаем, что Украине не надо в соседях еще одна, ну, то есть часть России, чтобы Беларусь отошла. Вот, Россия. И вот в случае возникновения штаба будет ли поддержка, как вы думаете, это именно ваше мнение интересует, ну, то есть пойдет ли на поддержку власти, этого штаба? Ну, например, у нас уже работает фонд Белорусский Майдан, девушка из Елена Васильева из Киева, из Минского делает. Ну, вот, отвечаю прямо на ваш вопрос. У нас так все устроено, что поддерживать, поддерживать, не поддерживать, мешать не будут точно. Никто не будет, как бы, высылать людей, которые в Киеве занимают пробелорусскую активную позицию под бело-красно- белым флагом, никто по этим политическим каким-то аспектам щемить людей не будет. Мне кажется, это очевидно. Но рассчитывать на поддержку в каком плане? В плане денег или еще какой-то организационной поддержки? Я не уверен. Я знаю нашу страну, у нас там тоже своего бардака хватает, вплоть до того, что даже вот эта норма о приеме вид на жительство и про гражданство и общение говорю, оно тоже так кособоко у нас сделано, что это не так просто. Я просто помню, по-моему, уже месяца два назад был у нас сюжет на ТСН-тыжне, когда белорусы говорят, ребята, у вас тут легализироваться, вы вроде как говорите, что приезжайте. А когда касается дела до документов, есть нюансы, потому что у нас не без изъяна, и это касается в том числе... Нет, я просто говорю о том, что для меня, например, это непонятно, когда и предыдущий президент Украины, и действующий обещал гражданство для граждан России, которые воевали за нашу страну, рисковали, многие погибли, получили ранения, ну, я считаю, что это высшее достижение государства за которое сражались, оно обязано предоставить гражданство. А они прописали закон таким образом, что они выдали, ну, как бы, так называемое временное гражданство, которое вот сейчас у этих людей истекает, потому что в законе написано, что, чтобы стать гражданином Украины, вы должны по российскому законодательству отказаться от российских паспортов, а чтобы отказаться, надо поехать в Россию. Ну, вы представляете, что будет с теми, кто воевал за Украину то есть бреда у нас своего хватает. И это я не стесняюсь этого, это проговаривать слух, потому что я считаю, что это несправедливо. Я понимаю, у нас там тоже в обществе есть масса настроений. Я вот когда в своих эфирах говорю о том, что всех людей из России, из Украины, которых по политическим причинам преследуют на родине нужно дать им возможность не сесть в тюрьму, то очень много комментариев таких «Рома, зачем ты русских зовешь, они потом Путина будут звать» и так далее, и так далее. То есть, у нас есть причины, мягко говоря, с недоверием относиться к российскому государству и к русским ко всем. Я это понимаю настроение, но я пытаюсь все равно людям донести, что нельзя только по цвету на обложке паспорта мерить. Ну вот так вот это все. И белорусы, насколько я понимаю, тоже сталкиваются с вот этими вот нашими недосканалом и процедурами. Да. Здесь Евгений Бычковский спрашивает, а кто хуже, Путин или Лукашенко? Если бы Лукашенко был вместо Путина, это было бы лучше? Ну, я не могу ответить на такой гипотетический вопрос. Для нас хуже Путин, потому что мы оцениваем, я оценю только действия. И я ни разу не слышал с уста Александра Григорьевича, может, вы меня поправите, не выбеляя Александра Григорьевича за то, что он делает себя внутри страны, но он никогда не говорил о том, что белорусские танки будут в Киеве, никогда не размышлял о ракетных ударах по украинским городам. То есть при всех особенностях украинской политической системы и белорусской, ну, мне кажется, мы с искрами местами, ну, уживались мирно, и никаких претензий на уровни народов у нас нет. Нет этой пропасти, как с россиянами. Ну, а про Россию что? Ну, вот, я вам просто пример сегодняшнего дня приведу. Вот, я, как корреспондент агентства Униан в Москве, задавал пресс-секретарю Путина вопрос. Я у него спросил, вот, в российских федеральных каналах, государственных, размышляют на тему, что вот если Украина там себя как-то будет неправильно вести на Донбассе, украинском, кстати, то российские ракеты в нашей гражданской войне, в кавычках, полетят на военные объекты, мосты, электростанции российские, ракеты в украинские города. Я спрашивал, вот, если в русском телевизоре об этом говорят, это так или нет? А мне отвечают, ну, вы, конечно, телевизор смотрите, наш, но решение по ракетам принимаем мы, и вы следите за официальными публикациями. То есть он этого не опровергает. то есть вы понимаете, как бы, я понимаю, что для белорусов, которые пережили вот эти вот семь месяцев, кто-то попал в тюрьму, пережил побои, окрестины, все остальное, и вам кажется, что оно все одно и то же, ну, для вас возможно, но для нас немножко по-другому. Ну, я прошу прощения, я просто прямо говорю, я не пытаюсь, как бы, отбелить Лукашенко, но отвечаю на ваш вопрос четко, мне кажется. Ну, вот Лукашенко... Со стороны киевских холмов, вот так. Это замечательно. Тут просто Лукашенко очень часто вообще обвиняет Украину в том, что из Украины там везут оружие, постоянно формируются какие-то банды для того, чтобы участвовать в протестном движении, чтобы раскалывать Беларусь и так далее. Вот это он делает с завидной регулярностью. Ну, давайте так, не без этого, но тут же, если мы весь ретроспективно посмотрим, после интервью с Гордоном, когда Путин был главным врагом, когда Александр Григорьевич рассказывал о том, что ему не нравится стоять перед Путиным на коленях и всякое такое, начались протесты в Республике Беларусь и все изменилось. Врагами стали кто? НАТО и три основных страны НАТО, этого злобного альянса, самые милитаризированные, самые агрессивные, это Эстония, Латвия и Литва. Просто при всем уважении к мужеству этих. А потом, ну и Польша в комплекте, ну просто Польша действительно большая страна. Но когда Эстонию, Латвию и Литву обвиняюсь в том, что они выдвигают претензии какие-то территориальные или там пытаются каким-то, не знаю, каких-то десантников отправлять. Но это не выглядит убедительно. Не выглядит убедительно в принципе все эти истории о том, что Александра Григорьевича хотят свергнуть кто угодно. Мы американские там, кто там наймиты, подхрюкиваем Западу, я говорю об Украине. Ну и главное зло теперь это Польша, ну и плюс страны Балтии. Путин не дал кредита и он уже и на Путина начал. Ну вот видите, как все меняется. То есть я к тому, что в части поглощения Республики Беларусь тоже как бы ну я так понимаю, я просто знаете, блин, я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я Александра Лукашенко оправдываю, но я говорю то, что как я считаю, если мы можем как бы подискутировать, я просто помню, когда в разгар протестов Лукашенко прилетал в Сочи и сейчас и там же встречи закрыты, кроме ну этого протокола ничего не снято, ну ничего не публиковалось, ну там крайний раз они еще там на лыжах катались. Так вот я очень хорошо помню позу Александра Григорьевича, как он сидел летом, у него ножки у него так были скрючены, он как школьница, как восьмиклассница перед строгим директором сидел и не выглядел как уверенный в себе диктатор, то сейчас он сидит совсем по-другому, то есть именно поэтому я с самого начала сказал, что режим оправился и как со стороны выглядит он свои внутренние проблемы решил, ну и теперь можно опять играть с Россией в эти деньги на какие-то там интеграционные штуки, хотя видите то, что я проговорил в части военных аспектов, оно же все равно как бы шаг за шагом вот то, что вы говорите, оно происходит, но опять же вот я смотрел внимательно о том, как Александра Григорьевича все, как Москва работает в части вот этой конституционной реформы что у вас же создали ну еще не зарегистрировали по-моему но создали вот эту вот партию союз пророссийскую да пророссийскую куда пригласили российских боевиков и псевдодепутатов которые там они это было по-моему 6 марта и 6 марта они огласили 14 года на проведение референдума соответственно на сегодняшний день на 16 вот я просто думаю и когда вот в республике беларусь публично начинает звучать заявление о том что о как круто родная гавань ребята дорогие мои белорусы как говорит Тихановская любимые блин этим уродом им все равно кого в родную гавань тянуть что Крым что Беларусь что Донбасс и я конечно просто был очень удивлен этому моменту и начались там вот истории там по Крыму я вот смотрю как белорусская пропаганда типа вот вы там на Лукашенко наехали а мы тогда зайдем в Крым ну насколько я понимаю белорусский бизнес и так там работает но официального признания нет до сих пор кстати но подвижки все равно по этому поводу есть то есть политика как бы международная понимаете вот мы в четырнадцатом году тоже думали что весь мир за нас а когда началась война то что мы услышали когда началось военное вторжение все наши гаранты безопасности одни на нас напали Барак Обама сказал я и так уже лауреат Нобелевской премии мира мне уже насрать на все Великобритания там что-то ну Европа в целом высказала 20 миллионов озабоченностей но первые месяцы чтобы вы понимали действовала даже эмбарго со стороны поставки запчастей а летальное оружие нам начали поставлять спустя многие годы и мы были один на один с Москвой с Москвой и Кремлем и просто кровью и потом удержали свою страну да с потерями но тем не менее удержали и ну я подчеркиваю что я просто стараюсь так вот это шире охватить и понимаю что когда ты находишься в белорусском городе и тебе грозит тюрьма за твою гражданскую позицию когда ты живешь в центре Европы тебе до Вильнюса сколько 150 километров и ты можешь говорить что ты хочешь бастовать я не знаю тебе ничего тебя никто не посадит и не застрелит то вот эти мои досужие размышления наверное могут кому-то показаться блин но это так это так далеко это нас о чем ты говоришь какая геополитика вот оно вот наша улица вот наш двор но включается вот этот каскад событий который никто до конца не может спрогнозировать к чему он приведет здесь Татьяна Бэй пишет что попросите Романа не называть Александра Григорьевич Александром Григорьевичем уважение к белорусам надо иметь я объясню мне на самом-то деле украинцы тоже делают замечания когда я всех российских чиновников называю по имени-отчеству и не пою песни про ла-ла-ла-ла возможно возможно знаете я объясню почему я не прислушаюсь к этому совету потому что стараясь проанализировать ситуацию если я буду использовать там например слова я не я батька или какие-то другие или там Саша 3% или таракан ну и так далее во-первых это автоматически уровень какого-то анализа уменьшает потому что ты начинаешь сразу во-первых ты четко позиционируешь свою сторону и ты не можешь эту ситуацию проанализировать я даже при всем даже стараюсь не использовать такие слова как там порох хотя проскакивает или зелья как у нас или там клоун даже будущий гражданином Украины я стараюсь избегать даже вот таких вот формулировок как бы наполненных эмоциями по отношению к украинским политикам и наверное я так буду продолжать действовать это не не имеет понимаете в данном случае форма обращения она ничего не меняет на местах и как бы я не называл Александра Григорьевича белорусам решать свою судьбу я думаю что вы со мной согласитесь тут недавно произошел кстати казус связанный с Украиной у нас оказывается на госпропаганде есть такой журналист я не знаю можно ли его называть в полной мере журналистом Григорий Азаренок госпропагандист он сказочный он просто сказочный он сказочный он фееричный он по-моему вечно под грибами такие вещи загоняют что я не знаю да так вот ситуация следующая то есть он нелестно высказался про Украину ему конкретно не понравился Гордон это прям слышно было я предполагаю что это связано с тем что когда ты вводишь Гордон Лукашенко то у тебя выпадает в поисковой строке в ютубе сразу два интервью и причем первое это будет Тихановская через пару строк будет Лукашенко возможно ему это не понравилось из-за этого госпропаганда зашевелилась так вот в чем была суть вопроса он там очень сильно унизил Украину и украинцы в частности за что его добавили в базу миротворца вот и после этого он начал уже активно извиняться что мол вот нет я же говорил не об этом и так далее но эта ситуация получила такое извинение было опять как будто он под грибами это делал честное слово я бы это извинением не назвал так вот получила продолжение эта история каким именно образом мы знаем что у нас есть такой журналист Денис Ивашин который как раз таки занимался белорусской страничкой вот скажем так в миротворце и после того как Озаренок был добавлен в миротворец на следующий день пришли к Ивашину и его задержали и на текущий момент он находится в непосредственно скажем так в заключении вот просто я это к чему я к тому что в последнее время действительно почему-то украинская тема она очень жестко поднимается на госпропаганде и вполне вероятно что либо Лукашенко готовит какую-то информационную бомбу либо я уже не знаю как это можно вообще в принципе расценивать потому что я помню эту ситуацию когда как только МИД Украины высказался категорично против Лукашенко тут же сразу на госпропаганде белорусской понеслось то что они начали называть страну не Украина а УССР то есть ну так пытаются хоть как-то но задеть вы знаете мне кажется у нас за эти годы тоже там кожа стала толстая называйте как хотите главное чтобы с территории Беларуси в Украину танки не заходили российские потому что белорусские я все-таки такую возможность ну не то что не исключаю но она менее вероятная что касается миротворца вести сайт миротворец по белорусским гражданам находясь в республике Беларусь мне кажется это немножко безрассудно было ну извините опять же за прямоту что касается вот этих вот пропагандистских вот поворотов ну во-первых нужно отметить что белорусская вот эта вот пропагандистская машина она многому научилась у этих российских ребят и это бесспорно и вы знаете вот после вот этих вот всех штук я все-таки убедился в том что людей даже даже врагов надо лучше называть по имени отчеству потому что вы знаете вот чем вот эта история с Озаренком он же там ну что он сказал там свергать олигархов у вас там все попилили у вас там все плохо вы там завтра умрете как бы от голода ну и так далее но это не соответствует действительности потому что нас русские уже сколько седьмой лет хоронят я вот это вот помню как в четырнадцатом году они тут все визжали как свиньи что бывшая Украина бывшая Украина а где она бывшая она как была так и есть и то что они огнем и мечом захватили то они захватили вот эти вот разговоры про вы разваритесь на масса частей как бы мы все захапываем Киев наш ну не могу на это без без эмоций это все вспоминать но факт остается фактом что да у нас там не самая экономически развитая страна но вы знаете у нас такая национальная черта что ну мы любим сказать что так погано ой так погано сейчас завтра продается и ты доллары на гривни менять бо гривни закинчилась ну то есть все это есть но когда ты смотришь на жизнь вот я давно не был из-за этой коронавирусной заразы в Киеве надеюсь скоро это исправить но если мы говорим о больших городах то там уровень жизни очень высокий понятно что глубинка чем дальше тем хуже там где недалеко от линии фронта там вообще где эти рыги это наша бывшая партия регионов вот эти вот пророссийские товарищи рулили они большинство городов просто превратили в руину до российского вторжения то есть там заводы попилины ну по-разному все понимаете но вы просто в том плане что когда вот так вот сказать что вот вас вы не Украина а УССР ну подождите это все во-первых нас не трогает но ибо если человек как бы ерзает потому что это вот например вечерний модозвон прошу прощения вечерний Левитан ой простите вечерний Гебель простите это вечерний Соловьев он 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 не извиняется он просто называет нас с утра до вечера нацистами а нашего президента Владимира Александровича Зеленского нацистом нацистом называют хотя дело в том что у нас то же самое идет против людей да то есть мы вот выступаем под бело-красно-белым флагом госпропаганда работает в сторону того что нацисты и так далее и тому подобное то есть обвинить в нацизме это у нас короче я не знаю за счастье раз-два готовое дело так же как и в Российской Федерации обвинить кого-то в нацизме забывая что русский флаг тоже как бы когда Гитлер скажем так завоевывал части Россию да то есть он точно так же использовал родной русский флаг рядом со свастикой ну это знамя Власова было это помним ну слушайте технология она очень проста это называется расчеловечение вот я не знаю я 80-го года я еще помню как бы времена что мы играли войнушки у нас были мы и немцы теперь мы потомки великих укров и русские но смысл в чем что вот эти вот слова нацизм фашизм ну еще там в нашем случае используются бандеровцы это такая такие конструкции которые предполагают что в таких людей можно и нужно стрелять ну то есть в вашем случае это аналогичная ситуация если вас называют такими словами что мы же все знаем что надо делать с фашистами и нацистами но это вот я так понимаю к завершению я просто подвожу итог того что вот будет новая волна ну вот готовьтесь к этому ну понятно что Александр Григорьевич от цветов и снятых ботинок никуда не уйдет и можем я не знаю я против на таких чувствительных темах пари но вот мои вот собеседники здесь в Москве которые кстати обслуживают российскую пропаганду против нас мы так иногда часы сверяем то они говорят прямо что а что Александр Григорьевич все свои проблемы решил уже вот он уже и дядю Вову как бы не особо чтит снова тут так это не мои оценки просто вот ну вот я здесь в Москве слышал что они прямо говорят о том что ну так вот сколько президентский срок пять лет Александра Григорьевича ну что вот он пять лет еще точно досидит а дальше будет видно это здесь в Москве говорят ну ну они могут говорить все что угодно но историю творить в Беларуси белорусам да надеемся что так не будет давайте Роман еще последний вопрос самый уже наверное коротко потому что у нас эфирное время подошло к концу на радио здесь Наталья просто спрашивает Роман что вы думаете о фильме расследования Биллинг Кэт я так понимаю это по поводу ЧВК Вагнера но насколько мне известно еще даты публикации не назначены я думаю что с большой вероятностью это будет кино про один из позоров нашей страны если правильно я понял все анонсы которые по этому поводу были ведь если бы мы захватили российских боевиков то мы бы их обменяли на своих граждан а теперь эти уроды люди с российским оружием которые стреляют у украинцев они являются уродами во всех смыслах этого слова они где-нибудь или в Сирии или на Донбассе или может в Венесуэле убивают людей если такой будет вывод этого расследования ну соответственно так оно и будет но расследование мы еще не видели я его не видел и поэтому забегать вперед как бы у нас любят как раз похайповать на этой теме в том числе Дмитрий Ильич Гордон ну я тоже учусь этому ютюбовскому навыку но слишком рано об этом говорить потому что расследование не опубликовано большое спасибо вам Роман что были сегодня с нами большое спасибо всем нашим слушателям спасибо тем кто поддерживает нашу редакцию также те кто ставит лайки и продвигает наши видеоролики распространяя их по социальным сетям а также всем спонсорам тоже сказал что ж Роман еще раз большое спасибо и по традиции тогда уже живи Беларусь и слава Украине героям слава живи Беларусь живи вечно ну живи вечно прошу прощения мы 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 тренировались перед эфиром но я что-то растерял спасибо большое за приглашение спасибо спасибо